Сегодня мы будем анализировать с вами текст И. Грековой. Иногда вы можете видеть Ирина Грекова. Ребят, такого человека никогда не существовало. Нет Ирины Грековой. Есть И. Грекова. Вы видите, пазл никак не сходится, вываливается, не получается, не собирается. Наверху И. Грекова. Именно так такое сокращение стоит в тексте. Дальше я вам и себе перечеркнула Ирину и пишу без точки. В чем же загадка этого писателя? Долгую жизнь она прожила. Итак, Грекова – это кумир лириков. Это человек, который был популярен в 70-е. Да, да, отлично. Все, хвалю Евгений вас, пережила войны. Да, да. Есть у нас в ЕГЭ текст о Фикусе, коллеги, может быть, знаете. Прекрасный текст ее, текст тоже художественный. Я пишу «Властительница дум», кавычки, кавычками пасла, интеллигенции. И вот те новинки, которые появлялись, вызывали всегда ажиотаж. Конечно, спасибо, Татьяна, спасибо. Это знаменитый математик. И поэтому она взяла псевдонимом «Игрек». Конечно, это Игрекова. Это не Ирина, она Игрекова. И я прикрепила к презентации обложки произведений, которые, она написала их очень много. Ее мы относим к городской прозе. Сейчас я немножечко об этом скажу, но уже в самом конце. Итак. Игрекова или Игрекова. Это Елена Сергеевна Венцель, ученый-математик, доктор технических наук, профессор. Внизу есть ссылка, можно будет почитать о биографии. Очень интересно. Интересно и о том, как супруг в том числе не поддерживал ее в лечении литературой. Посмотрим, потому что, да, и вообще мало кто поддерживал, хотя она была знаменитой. То есть ей сначала, как писателю, пришлось не сладко. Посмотрите, какие книги математические у нее известны. Она занималась теорией вероятности. Ссылку я сделала, скриншот прикрепила, монографии, учебники. Я обращу внимание на чудесную фразу, которая нам еще пригодится. Есть люди, как планеты, светящие отраженным светом. А есть люди, как звезды. У них собственный свет. Итак, очередной подход. Мы все ближе и ближе, все теплее и теплее. Пазлы пока не очень. Немножко они, да, можно развернуть и посмотреть. Чуть-чуть складываются, но пока не очень получаются. Ощущение счастья длится столько, сколько нужно, чтобы завести часы. Да, замечательно. А еще, если вы посмотрите на орфографическую ошибку, у вас будет плюсик по критерию A7. Что там за ошибка? Посмотрите, у нас сайте нельзя никак исправлять, но можете обратить внимание. Хорошо. Итак, мы с вами будем читать... Спасибо, Рина. Мы с вами будем читать текст, будем анализировать. Я думаю, что вы его прочитали, да, все. Будем анализировать текст из романа «Свежо предание». Роман написан в 1962 году и впервые был опубликован не у нас, а в США в 1995 году. Посмотрите. Да нет, Евгений, ничего страшного, бывают описки. Самое главное, на экзамене внимательно проверяйте, если уже так получилось. То есть это очень распространенная ошибка, ничего, стыдиться не надо. Вообще, ребят, еще одно отступление от психолога вам. Когда вы себя начинаете винить, вы себя оправдываете. Не надо винить себя. Вы говорите, что я могу сделать. Чувство вины, оно не срабатывает. Это разрушительное чувство. Итак, 1962-1995. 33 года молчания. Возникает вопрос. Почему? Что ж такого в этом романе, что его не печатали столько лет? Да и напечатали не у нас, не на родине писателя. Мы на него ответим. Да, конечно, Иван. Вообще, расстраиваться надо очень мало, быстро. Расстроились и тут же перерасстроились. Расстроились, сделали выводы и пошли дальше. Итак, познакомились с текстом? Я думаю, его не надо читать. Будем читать текст или нет? Мне очень хочется сэкономить время. Я, конечно, с удовольствием вам его почитаю, если вы хотите. Если нет, то пойдем дальше. Киньте, пожалуйста, плюсик, кто знаком с текстом. Нет, это мы читаем или не читаем? Плюс читаем, минус не читаем. Не читаем. Все, хорошо. Молодцы, познакомились. Отлично, молодцы. Итак, идем по схеме, которую я вам предоставила. Да? Вначале. И предоставила, и представила. Работаем с парой. Анализ художественного текста повествовательного типа. Сейчас мы с вами попробуем разделить, не попробуем, разделить текст на части. Вы на экзамене, перед вами текст мы делим на части. Делим. На сколько частей вы предлагаете разделить текст? Пожалуйста, работайте. Я вас жду. У нас началось самое. Мы подошли. Через час мы подошли к главному. Все самое главное у нас только начинается. На сколько частей, пожалуйста, я жду. Напишите цифру. Три. Со вступлением три, три. Еще несколько человек ответим, и я пойду дальше. Можете, пожалуйста, кто-нибудь прокомментировать, какие части вы выделили, как вы их озаглавите? Ребят, вот так вы работаете на экзамене. С художественным текстом. Как вас озаглавите? Давайте так, первую часть. Можно написать сразу все три. Пять частей Евгений выделяет. Евгений, сейчас напишите тогда, пожалуйста, ваши части. Кто-нибудь тот, кто на три части разделил, напишите свои три части. А текст интересно сделан, да? Обычно по абзацам и нам очень просто видеть. А здесь дробление есть. Обычно, необычно, не всегда. Но по абзацам гораздо проще, когда абзацы, да, и мы понимаем. Абзацы, эпизоды, ну. Школа жизни. Сразу так, по-взрослому, да, коллега по-взрослому. Школа жизни – это какая часть? Это с какого предложения? Татьяна, вы имели в виду, с какого предложения? Это сначала? Пожалуйста, включайте, спечатайте. Спасибо. Школа жизни человека, начало текста. Хорошо, следующая часть. Мне очень хочется, понятно, что коллеги сейчас все разберут. Мне очень хочется, чтобы ребята отвечали. Ребята отвечали. И еще, коллеги, если будут вопросы, я обязательно, обязательно, если вы захотите, отвечу на них. Если они рождаются, то я отвечу. Хорошо. Очень хочется, чтобы ребята поработали. Я услышала 3 и 5, и не очень понимаю, как вы их разделили. Вступление, тоска и осознание, будущее. Очень хочется… Хорошо, Александра, конкретики. Проще озаглавливайте. Что значит «тоска и осознание»? Сейчас посмотрим. Не скучно тебе так без куста валять, дурака. Как бы вы назвали простым, да, назывным предложением этот кусочек? Назывным предложением мы даем тему, тему, тему кусочка. Хорошо. Ивану Степанову ответить. Иван Степанов, я не вижу, где написал сообщение. Он написал про не расстраиваться. Я его поддержала, он не требует ответа. Набирайте, вижу, что набирайте. Определение жизненной пути. Умно набирайте. Проще, давайте, ребят, проще. Хорошо, правильно вы все говорите. А теперь проще. Еще раз. Три, если вы говорите, что это три части, три назывных предложения. Вообще, можно одно существительное. Конечно, я вижу, Татьяна, да, у вас определение жизненного пути. Такая красивая филологическая фраза. Триста, все хорошо. Так и должно быть, да. Так и должны филологи говорить. Рабочие моменты. Ну, давайте тогда, давайте. Воспоминания, цели на будущее. Хорошо, давайте посмотрим. Ну, вот я предположила, примерно, да, интерес к школе. Ну, вот я увидела, что ребята на первую часть не обращают внимания. Вы молодцы, вы увидели, что есть еще очень странное начало там. И обычно видят интерес к школе, одноклассники. То есть, да, вот, Евгений, мы приблизились к вам. Приблизились. И если вступление, то будет пять частей. Ну, или три. Да, мы можем соединить школу, одноклассники и учителя. И дальше друг его. Примерно, ребят, примерно, да, стоит знак «примерно». Итак, что мы делаем дальше? Мы смотрим на текст и ищем слова-подсказки. Нам нужно определить ключевые слова темы. И чаще всего ребята видят, что это текст о школе, это текст о дружбе, это текст о взрослении. Мы выбираем те слова в кимах, подчеркивайте, мы выбираем те слова, которые чаще всего встречаются. Ну, например, я некоторые только взяла, да, школа, учителя, уроки, ребята, гимназичество, все, что связано со школой. Читайте, да, школа, о дружбе. Есть такое интересное выражение «ворованный отдых». Разговор о будущем вы все это увидели, о будущем там есть это слово. Ну, и дальше. Последний, последний, последний. Молодость. И картинку из Павли я взяла, да, такая молодость. Сердечность там, о сердечности немножко говорится. Вы согласны со мной? Да, вот таким образом. Это первое, что это на поверхности лежит. О школе, о дружбе, о взрослении. Скорее так, о школе, о взрослении и потом третье, о дружбе. Обычно пишут сочинение. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Работаем. Итак, возьмем тему, тема, тема школа, да. Ну, Евгения, я бы была удивлена, если бы вы со мной согласились полностью, да, потому что сегодня у вас задача такая, со мной соглашаться частично или не соглашаться. Все по плану. Вы можете написать, да, что вы со мной. Вот я с вами согласилась, а вы со мной нет. Ну, ладно, я потом дам определение, вы увидите, что происходит. Дождитесь только. Хорошо, этого момента. Думаю, вам будет интересно кое-чего узнать про нас, про всех, не только про себя и про меня. Читаем. Обращаем внимание на слова, которые чаще всего повторяются. Или какие-то особенные слова, которые хочется выделить. Отмечаем. Мы всегда с вами в кимах отмечаем. Никаких пустых листов нет. Мы рисуем для себя. Итак, смотрим. Смотрим. Школа никогда особенно много для него не значила. Но шел его последний год в школе. И все как-то становилось зачарованным. Последние уроки, последние встречи с учителями, последние ссоры с товарищами. Последние, последние. А впереди жизнь. Постойте. Может быть, он все-таки немного любил школу? Ребята, сколько лет прожили вместе, а он их не знает. И все какие-то незнакомые. Мальчики с неожиданно пробивающимися, даже какими-то неприличными усиками. Девочки с тонкими талиями, с нежными женскими голосами. Нет, это не те голоса, которые кричали. Ему дурак воображала. А свой-то собственный голос тоже иногда звучит чужим. И преподаватели стали другими. Или он просто увидел их другими глазами. Например, заведующий Иван Поликарпович, теперь уже не заведующий, а директор. Он сам смущен своим новым званием и не знает, как жить дальше. И что теперь будет. И не знает, как жить дальше. И что теперь будет. У автора стоит здесь так вопрос. Не возвращаются ли гимнастические порядки? Прежде для Кости это был просто лысейший человек серой толстовки, похожий на мешок с пылью. Досадное препятствие ведь только. А теперь Костя глядел на него с интересом и жалостью. В этот последний год в школе как-то особенно часто по пустякам вспыхивали небольшие скандалы. После одного из них Иван Поликарпович вызвал Костю к себе в кабинет. Сколько раз он уже стоял здесь. Знает каждую вещь. Вот старая истертая по сгибам карты Европы. Вот цветы на окне построены по росту. Правофланговым – фикус. Левофланговым – кактус. Вот тронутая море чучела ворона на одной ноге. Все это когда-то душило его пылью и скукой. И от заведующего шли правильные, скучные, пыльные слова. Он тогда переменялся с ноги на ногу и только ждал, когда же его пустят. Теперь он стоит в том же кабинете и видит все иным. Трогательно, отушевленно. Старые заведующие, старые вещи. А за всем этим скромность, терпение, воля, труд. У Ивана Поликарповича оглобелька железных очков. Видно, отломилась и замотана суровой ниткой. Аккуратно замотана. Как задевать сердце эта оглобелька. Сам, наверное, заматывал этими самыми неуклюжими робкими пальцами. Нелегко ему. Послушайте, Левин, сказал Иван Поликарпович. Я давно... Послушай, Левин, сказал Иван Поликарпович. Я давно хотела тебя спросить. А не скучно тебе так бескостно валять, дурака? И он устыдился. Ну что, работаем. Какие слова чаще всего повторяются? По порядку идем. Чаще всего повторяются. Школа, конечно. Еще последний. Угу, хорошо, молодцы. Какие-то особенные. Итак, школа и все, что связано со школой. И вы можете выделять. Она что означает? Не смайлик в другую сторону. Грустный? Грустно. Можете смотреть. Сначала мы ищем слова, темы. Отметили. Вы увидели, связано с темой школы. Что еще к школе относится? Что к школе относится? Ребят, школьники, что относится к школе? Какие слова? Рана. Рана. Именно к школе предметы. Учителя к школе предметы. Угу. Так, еще. Пока здесь только один преподаватель. Цветы. Хорошо. Есть карта. Да. Есть гимназические порядки. Угу. Отлично. Вы заметили, что очень много связано с... Много кабинет. Да, скорее, конечно, Ирина. Конечно. И все, что в кабинете стоит. Отлично. Чучело в кабинете. Угу. То есть школьная обстановка. Какая она? Мы можем посмотреть. Да, она пыльная, старая. Директор, который был когда-то заведующим. Хорошо. Теперь помните, что я вам говорила? Нужно посмотреть на динамику персонажа. Динамика персонажа в этом эпизоде. И вы сейчас заметите кое-что. Можем идти так. Вы увидели, что слово «последний» много раз повторяется? Последний, последний. Конечно, конечно, Галина. Прежде и теперь. Прежде и теперь. И кое-что уже для вас проясняется. Правда? Где у нас Евгений, который хочет со мной поспорить? Прежде и теперь. Ну, конечно. Было равнодушие. Спасибо. Появилась ценность. Отлично. Есть описание, есть портрет. Правда? Есть портрет какого персонажа? Какого героя? Персонаж и герой – это синоним. Мы им пользуемся. Ничего не значило другим. А где Кости? Кости. Портрета Кости нет. Портрета нет. Есть характер у Кости. Портрета нет. Портрет – описание внешности. А вот у директора есть. Да? Да. У Ивана Поликарповича есть. Итак, смотрите. Что вы делаете на листке? Вы обозначаете слова, которые повторяются. Вы видите… Дальше анализируете. Плюсы, минусы. Это называется еще… Дальше мы смотрим. Дальше вы наблюдаете модальность. Вы смотрите отношения. Отношения. Как проявляется автор. В приемах, как он проявляется. Ребят, найдите яркие приемы. Что-то бросилось вам в глаза, и вы понимаете, что… Или там на слух вы уловили. Вот что-то особенное. Ищите. Я вам сознательно не дала 26-е задание, чтобы вы подумали сами. Евгению не бросилось. Антитеза. Вообще текст, да, вот этот кусочек на антитезе построен. Где он? Риторический вопрос. Ребят, что такое риторический вопрос? Где риторический? Какой вопрос, Александра, вы имеете в виду? Ребят, сравнение. Какое? Эпитет. Какой? Если вы напишите просто эпитет, автор использует эпитет, вы ничего не написали. Эпитет какой? Сравнение какое? 51-е предложение. 51-м нет риторического вопроса. Есть 52-м, да? А тебе не скучно валять дурака? Все, Александра согласна. Тебе скучно, да, он говорит. Ну так-то он спрашивает вообще. Риторический, когда утверждение. Все ли люди хотят быть счастливыми? Ну, понятно, да? Ответ, да. Хорошо. Молодца. Так, отлично. 48. Парцеляция. Давайте вспомним, посмотрим, что такое парцеляция и вспомним. Конечно. Аккуратно, замотанно. Ребят, мы обычно говорим учителя, не пишите в своих сочинениях, используйте парцеляцию, потому что это эмоционально, это прием. Аккуратно, замотанно. То есть, это характеристика. Характеристика кого? Аккуратно, замотанная оглобелька. Кого характеристика? Чья характеристика? Директор, а как это его характеризует? Аккуратно, замотанная. Как характеризует? Знаете, я иногда, вот я позволю и себе, и вам здесь сказать. Я обычно детям говорю, у нас есть такой прием, и чё? Они говорят, и пейте, и я говорю, и чё? Да? Характеризует или усиливает. И пейте, это же все, у нас все усиливает. И чё? Мы дальше говорим, что делают, какая именно характеристика, какое качество показывают. Зачем автор использует эту деталь, показывает художественную деталь. Аккуратно, замотанная. Качество характера. И какое отношение дальше смотрим? Это оглобелька. Ребят, не оглобелька, да? Оглобелька. Уменьшить ласкать на суббекс. Как задевает сердце. Как задевает сердце. А это чья характеристика? Да, бережливая ко всему. Аккуратный человек. Не только. Тимур, мало. Не просто аккуратный. Если был аккуратный, там всё было пыльного не было. А он, помните, был такой пыльный. И, как говорил, возможно, возможно, заботящийся о своём внешнем виде, наверное, да, Анатолий? То есть, видите, что мы делаем, да? Что я читаю? Что я вижу? Что я вижу за этим? Как я это, да? Что я вижу? А как я это понимаю? Это будет наше пояснение. Конечно, Татьяна, конечно, пережил тяжёлые времена. Бережно относится. Бережно относится. Старый заведующий, старые вещи. А за этим, посмотрите, как автор говорит, Костя видит скромность, терпение, воля, труд. Трогательно относится к герою, к которому из них, к директору, да? Я правильно поняла? Да, конечно, да. Потому что героев здесь у нас два. Ребят, а что за приём безвкусно дурака валять? Безвкусно валять дурака. Фразеологизм валять дурака. А именно я прочитала так. Безвкусно валять дурака. Есть ещё приём. Аксюмором, конечно, сочетание несочетаемого. Безвкусно. И, ребят, зачем? И чё? Зачем автор даёт этот пример? Безвкусно валять дурака. Ребяточки, вы нажимаете руки, я их опускаю. Пишите, пожалуйста, в чате. Или вас нужно вызывать к доске, кто поднял руку. Вызывать? Он способен на большее. Конечно, это характеристика героя главного. Всё, отлично. То есть старайтесь за каждым словом что-то найти. Посмотрите на первое предложение. Которое здесь, да? 14-го у нас здесь первое. Какой приём использует автор? Да. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, какой приём автор использует. Но. Да, мы видим противопоставление. Но шёл, не значило, но. Ещё. Ещё. Там чудесная есть фраза, которая станет потом ключиком к пониманию. Лексический повтор, конечно. И мы сказали, почему, да? Школа, школа. И здесь он оправданный. Отрицание – это антитеза. Отрицание – это не приём. Контраст или антитеза. Хорошо. Ну, посмотрите, пожалуйста, ещё. Ладно, мы вернёмся к этой фразе. Она будет нам нужна. Скажите, пожалуйста, а кто произносит эту фразу? Постойте, может быть, он всё-таки немного любил школу? Спасибо, Ирина. Да. Я её выбивала. Автор произ... А кому он произносит эту фразу? Читателем. Конечно, да? Вступает в общение с читателем. Хорошо. Отлично. Ребят, обратите внимание, а зачем столько тире в предложениях? Ребята сколько лет прожили, они их не знают. И все какие-то незнакомые и так далее. А свой собственный голос тоже иногда звучит чужим. И я предлагаю вам запомнить эту фразу про чужой голос. Она нам пригодится. Почему столько тире? Знаки припинания очень хорошо передают эмоции. Знаки припинания – это выводы. А эмоциональная сторона? Вы знаете, да, это цитата, что тире – знак отчаяния. Да, это пауза. Не всегда, не всегда отчаяние, но всегда тире – это очень глубокая пауза. Раздумья, неполное предложение. Хорошо. И тогда, Дарья, неполное предложение. И зачем они? И зачем? С какой целью автор их использует? С какой целью неполное? Ребята, что дают неполное предложение? Показывает боль. Да, мы говорили, да? Раздумья, вывод. Размышляет. И смотрите, ах, да, герой размышляет. Да, эмоцию показывает. Хорошо. Ребят, задание 1 ЕГЭ. Если вы встречаете неполное предложение, это принадлежность какого стиля? Скажите, пожалуйста. Неполное. Конечно, вопрос, зачем автор использует неполное предложение. Зачем автор показывает, что есть конструкции разговорные? Зачем дает разговорные конструкции? Жду. Спасибо, Ирина. Ну, конечно, перед нами внутренняя речь героя. Герой размышляет. Герой думает, и мы ощущаем боль. Смотрите, сколько мы уже выудили. Да, вызывает. Кто вызывает? Вызывает. Вот вопрос, вот текст, Женя, естественно, вы не понимаете, потому что текст, это правильно. Слава Богу, вы поняли, что он не такой простой, как кажется, о чем я и предупреждала. Ура, да, мы с вами сейчас согласимся, потому что, наверное, потому что начинается путаница, кто это говорит, герой, автор, кто, кому, вообще, что происходит. Давайте разбираться. Я вижу, а что я за этим понимаю, давайте понимать, давайте понимать. Герой. Герой размышляет. Ай, да, текст. Все понятно, а ничего не понятно. На одноклассников смотрит он, герой, да, и на учителей смотрит герой. Женя, ура, мы с вами согласились. Конечно, сложно. Отлично, молодцы. Обращаем внимание, да, знаки припинания тоже отлично, да, Ирина, мы видим изменения, да. Тогда, теперь, смотрите, сколько мы выудили, обратите внимание на книжку, я нарисовала, прилепила книжечку и знак вопроса. Вот, ребят, это только мои ассоциации, я вам предложу для раздумья, да. Мы же можем, когда мы читаем художный текст, мы можем, у нас же есть ассоциации, если особенно неплохо с литературой все, могут рождаться. Я читаю фразу, она, посмотрите, как сделана, да, сейчас вы мне расскажете, зачем такие знаки припинания и что это за прием. Цветы на окне построены по росту, да, мы читаем дальше. Правофланговый фикус, левофланговый кактус. Эти два предложения о чем могут говорить. Герой слишком поздно осознал ценность того, что окружает его в школе, автор стремится вложить как можно больше ценности в его встановку. Диалоги, как бы внутри, диалог с самим собой у него, да, диалог, или вы имеете в виду диалог, который вспоминает герой. И он цепляется за последнее. Да, 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 все. Военное прошлое, директор, спасибо, Наталья, спасибо, коллега. Это военное прошлое, директор, отлично. Ну, спасибо, Ирина. Значит, ни одна у меня такая ассоциация, конечно. И вы видите ту фразу, которую я красным, поучительски красной, красной пасты прилетела. Прилепила. Ди эрсты колонны маршрут, ди цвайты колонны маршрут. Кто помнит, откуда эта фраза? Ай, как с вами хорошо. Да, первая колонна маршрует, вторая колонна маршрует. Из какого произведения? Я думаю, что это реминесценция, это не просто моя ассоциация, потому что я вам столько всего открою в конце. Только терпите, только работайте. Очень хочется раньше сказать, но я себе, знаете, как в смайлах Эмодзи закрываю рот, чтобы не проболтаться. И ведет объединенную армию, австрийскую и русскую, на сражение против Наполеона. Ой, последний здесь вопрос. Он устыдился? Он устыдился кто? Кто устыдился? Кто устыдился? И наши мнения разошлись. Так кто же устыдился? Кто устыдился? Итак, посмотрите. Очень много у нас ответов. Кто-то считает Костя, а кто-то считает директор. Пожалуйста, я хочу выслушать. Напишите, выслушать, выслушать. Почему Костя и почему директор? Нет, 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 Евгений. Нет, не годится. Директор был очень скромным. Поэтому Марина считает, что это директор. Мы не случайно с вами к фразе «А не скучно тебе так бесскусно валять дуракам?» Посмотрите, как он… Спасибо, конечно, Ирин. Спасибо. Я думаю, что да. Уверена. Не думаю, уверена. Директор. Сначала мы видим, что Костя, а устыдился. Посмотрите, значение у слова «устыдился». Он резко сказал, а потом… Он же начинающий директор, да? Он был заведующим, а теперь директор. Сказал, и неудобно стало, и отругал. Здесь, скорее, не просто тактично, но он же сказал, «А тебе не скучно?» Я давно тебя хотел… «А тебе не скучно валять дурака безвкусно?» Это слово «бесвкусно», да, оно во многом показывает характер директора. Это человек воспитанный, и он интересно строит, да, он не кричит, не воспитывает. Ему нелегко, да, да, конечно, конечно, он истудился. Спасибо, спасибо, Татьяна. Это директор такой. А еще, знаете, хочу обратить внимание, не договорила про Апфуля, который командует колоннами, марширующими. Он был очень образованным человеком, но практических знаний не имел. И не ориентировался в мире повседневных явлений. То есть, ну, его считали знатоком военного искусства. Я надеюсь, нам эта помета в скобочках «моя» или под звездочкой пригодится. Ну, конечно, да, да, вы говорили об этом, что он в кости видит больше. Хорошо, давайте разбираться дальше. От руки учителя. И дальше, да, мы продолжаем эту часть, которая про учителей. Это всю часть про школу, да, учителя. И это все были люди. А он безвкусно валяя дурака повторяет фразу «кто?». Вот это кто говорит эту фразу? Да. Вот здесь, давайте дальше. А он безвкусно валяя дурака. Вот посмотрите, какой текст, да, какой текст Наталья Батякова. Да, Наталья? А вот здесь герой говорит. Здесь понятно, что здесь герой говорит. Теперь же Костя однозначно. Текст не на поверхности. Но характер заведующего проявляется. Хорошо. Итак, кстати, слова школьные, да, биологиня, старый математик. И это были люди. Он глядел на этих людей, потерянных им по своей вине, по непрежности. Вот он чувствует эту неловкость. Я настаиваю, что это Костя. Почему? Костя чувствует неловкость, которую испытывает директор. Директор его ругает, самому как-то не очень удобно. Потому что взрослый стоит парень. Помните, ссоры какие-то по пустякам, горячие ребята там ругаются. По пустякам в очередной раз, по пустякам. И посмотрите, я отделила одно предложение от другого. И вдруг внезапно. А Юра словно горела в эту весну. Евгений, ваш любимый знак сегодня. Вопрос. Сколько раз тексты встречаются в противительные союзы? Я не поленилась посчитать. Хотите, можете. Сосчитать? Знаете, еще пока кто считает, считайте текст. У меня родилась мысль про Пфоли. Такую фразу тоже для раздумья. Давайте вместе. Не возвращаются ли гимназические порядки? О чем эта фраза говорит? А не возвращаются ли гимназические порядки? Что имеет в виду под гимназическими порядками директор? Как вы думаете? Есть предположения? Строгость. Строгость. Даже больше, наверное, скажем, контроль над учениками. Полный контроль. Гимназии славились тем. Может, да, конечно. А уж не больно ли он строго относится? А не возвращаются ли гимназические порядки? И снова отсылку делаем к Львине Николаевичу Толстову, к войне и миру, к третьему дому. Немцы славятся своей дисциплиной, мустрою строгостью. А не вернутся ли снова? То есть вот так делаем мостик из века 19 век 20. Итак, сосчитали количество предложений противительных, не предложений, союзов? Там есть очень много «а» и «но». Я думаю, что давайте вы ответите на вопрос. Мне не терпится ответить самой. Александр спрашивает, может ли сравниваться? Александр, сразу, здесь где, пишет вам эксперт. Здесь это где? Это речь, да? Может ли сравниваться? Можно пропустить. Или в тексте, или пропускайте, понятно. Может ли сравниваться? Мы сразу, да, с вами и учимся не допускать речевые шероховатости, ошибки. Гимназия с войной. Может ли? Мы не должны придумывать. Мы не должны додумывать. Мы должны погрузиться в текст. Это не то же самое, что мы будем… Мы имеем право на свою оценку, но, тем не менее, мы должны в текст погрузиться. Здесь об этом ничего нет. Если вы, Женя, докажете, так же, как несогласие с текстом, то я тоже соглашусь. Но здесь об этом ничего нет. Здесь, в тексте. Да, Александр? Не говорится. Вы знаете, сейчас коллеги согласятся, а вот ребята услышат, наверное, кто-то для себя новенько. Может быть, кто-то и у нас очень дружен с литературой. Я увидела то, что я увидела, да, с колоннами. Это называется метрическая цитата, да, вот, то есть отсылка рождается. Метр, да? Метр. Жду ваших ответов. И если бы вы проделали эту процедуру, посмотрели на союзы. Я ее проделала. Посмотрите. Все то же самое, что сейчас сделали мы, только еще глубже я сделала с текстом, с этим кусочком. И посмотрите, по глазам бьет, да, дала разные цветовые, то есть гамма здесь цветовая большая. Может быть, вы сейчас рассмотрите, естественно, не просто так, да, как в художественном тексте, и вообще в любом тексте, который у нас на ЕГЭ, ничего просто так нет. И, конечно, не просто так, я лепила цвета. Может быть, у вас будет предположение, какое название можно дать каждому выделению? Может быть, будут? Я думаю, Александр не уверена. Я думаю, что он не вспоминает старого директора. Он говорит о том, что он был заведующий, а теперь уже директор. И он смущается своего, вот здесь, скорее, он смущается своего положения директорского. Он же фронтовик. Вы видели там, да, у коллеги, учителя, да? Учителя, фронтовики. Они вернулись, и им нужно, закончилась война, им нужно мирную профессию осваивать. Желтые мысли, говорит Елена. Красный, желтый, фиолетовый и один зеленый. Всего один уделение зеленое. Думайте, думайте. Школа, 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 школа красным. Я соглашусь, спасибо, Татьяна. Школа красным. Желтым. Спасибо, Ольга. Да, да, он не серый, он фиолетовый, он сиреневый. Такой просто, если бы совсем было бы очень темно, если бы я еще больше его сделала, еще более глубоким. Я тоже расскажу вам это, почему именно такие цвета я использовала. Ну, давайте на ассоциации, ребят, поработаем. Спасибо, спасибо, Татьяна. Мировоззрение, герои меняются. Да, да, посмотрите, сколько ложных слов мы с вами уже нашли. Задевает сердце. Что такое зеленый цвет? Цвет. С чем ассоциируется у вас зеленый цвет? Вообще, чем ассоциируется зеленый цвет у людей? Не с психологиями на зеленый цвет. Ну, конечно, я же ему пообещала. С безопасностью. Ну, у меня нет. Он скорее, наверное, опосредованно развитие, лето, весна, жизнь, природа. Безопасность, наверное, знаете, в каком плане? Я соглашусь, кто сказал с безопасностью? Трава, как вы классно говорите, Тимур. Безопасность, то есть это цвет единения, это цвет надежды, это цвет единения всех со всеми, человека и природы, человека друг с другом. Открытое сердце. И тогда да, тебе ничто не угрожает, никто тебе не противостоит, никто не спорит, потому что, в общем, не всегда в спорах рождаются истины. Спор должен быть конструктивный для того, чтобы там истина родилась. Спор ради спора не имеет значения. Согласны со мной? Я часто предпочитаю вообще не спорить, потому что если просто поспорить, то это неинтересно. А вот если спор ради чего-то, спор продуктивный, то да. Когда вынесут и та, и другая сторона. Не для того, чтобы поругаться, для того, чтобы обогатиться. Итак, конечно, спасибо, спасибо. Это динамика, рост. И это сердце, это состояние. И мы можем связать. Ребят, когда, в каком возрасте у человека человек начинает вдруг остро ощущать сердцем. Не эгоистично, а сердцем. Есть предположения или знания. Красный – школа, жёлтый – прошлое, фиолетовый – теперь зелёный. Муки совести, спасибо, Людмила, муки совести. Отлично, смотрите, сколько слов. Мировоззрение, совесть. Мы обрастаем с вами категориями нравственными. Он повзрослел. Из четырёх? Нет. Нет, Анна, точно нет. Ребёнок в этом возрасте очень эгоистичен. Дети вообще жестокие. Они прелестные, они милые, при этом жестокие. Это вторая сторона. Сердце должно быть. Но когда впервые, Ирина, я соглашусь, когда прожита большая часть жизни, а когда впервые человек начинает ощущать и задавать вопросы, а я зачем в этом мире? А как я связан с другими? Не я, просто я. Есть я, есть мир. А я и другие. Да, не соглашусь, Олеся, подросток, он говорит, я. Чем я? Я у подростка. Я и мир вокруг меня. А человек, когда ищет не среди окружения себе родственные души, даже не родственные, он ищет понимание подростка и хочет быть самостью. А это старше, конечно, отлично, Анна, конечно, конец школы, непонятно, кто ты и чего ты хочешь ожить. Отлично, ну вы же словили, ай, молодцы. Конечно, это юношеский возраст. Это юношеский возраст, когда оттестат зрелости. Вот, Ирина, спасибо, личность была зрелой. И поэтому тексты на ЕГЭ, они для того, чтобы проверить зрелость. Ребенок мыслит уже, да, 18-летний, но он ребенок, да, он юноша, он ребенок пока еще. Он мыслит взрослыми категориями или еще не дорос, или он что спорить будет бесконечно. Он уже перерос подростка или нет? Ребят, спасибо, молодцы, ребусы мои, пазлы собираются, разгадывайте. Итак, все, ребят, не повторяю. И вот какой фразой из текста можно описать? Да все было как зачарованным, вы и назвали что-то кучары. Чары. Но ведь это тоже эмоциональная оценка, да, модус, проявляется модальность отношений. Зачарованным. Это каким? Отлично, переломный мани, колдовство, помягче что-нибудь, синоним какой-нибудь, помягче. То больно на сказочку совсем детскую похоже. Магия у школы есть, у старой пыльной школы, любовь, озарение. Ой, как вы красиво, как вы красиво пишете. Это необычно, спасибо, что-то необычное, да, обычное стало необычное. Здорово, здорово. Итак, все вы правильно назвали, пазлы складываются. Интерес к школе появляются, одноклассники, учителя, было, стало, посмотрите. И связь рождается, естественно, очень много А. А, я выделила там большими крупными буквами союза. Союзы, да, это воспоминание тему, было, стало, потому что было, вас мы вспоминали. Есть связь, она явная, нам повезло, ребят, это противопоставление, мы уже можем писать связь. Согласны? А еще? А еще как мы можем подать примеры? С противопоставлением понятно было, стало. Что мы можем дать так? Что мы можем сравнить было, стало на противопоставлении? Какие примеры иллюстрации взять? Работаем. Мне кажется, что все понятно. Или мне только кажется. Вы столько отличных моментов наговорили. Отношение к школе, вообще к школе, да? Раньше и теперь. И, соответственно, как будет звучать, сейчас мы дадим, да, проблему. Примеры. То есть вы определили примеры. Восприятие школы и людей. Как человек воспринимает людей. Еще? Ну, еще кто-нибудь напишите, мы пойдем дальше. А пока думайте над моим следующим вопросом. А кроме противопоставления, есть еще значимость учителей. То есть ничего не значили, а теперь они люди. Человечность проявляется, да? Совесть проявляется. Молодцы. Замечательное вы дали определение. Внутренние изменения героя, изменения мировоззрения, вы сказали. Еще связь. Молодец, Симур, правильно, верно все пишете. Взросление героя. И мы определили с вами, да, в каком возрасте герой находится. И какие изменения в этом возрасте должны быть у человека, если он его достиг внутренне. Аналогия. Согласна. Согласна? Вот та самая аналогия. То есть мы говорим, если не противопоставление, то смотрим. А есть аналогия. А что, с чем мы будем сопоставлять, сравнивать? Одно аналогично другому. Конечно. Конечно. Согласна сравнению. Понятно, как рассуждать, да? Ребята, понятно? Вам, коллеги мои, помогают. Изо всех сил. Целая когорта прекрасных педагогов на вас сегодня работают. Вникайте. Юра, еще один момент. Сейчас все понятно, да? Причины и следствия. Я хочу послушать, Ирин. Напишите, пожалуйста. Причины и следствия. Причина и следствия. Как подадим, когда причина и следственные отношения. Ребята, пожалуйста, будьте внимательны. Вот очень коллеги не спутают, а у ребят бывает, да? Путают причину и следствие. Так же, как в 23-м задании. Вот сначала было вот это, а потом, потому что вот это было, произошло вот так. У нас есть слова-маркеры, которые мы подставляем, которыми мы пользуемся, чтобы понять, а какая здесь связь. Ничего не придумываем. Мы вникаем в логику авторского повествования. Это потом уже, да? Мы сейчас об этом еще не добрались. Мы все один кусочек репетировали с вами. Понял, что последний год меняет отношения. Отлично, отлично. Все, спасибо. Итак, Юра. Появляется еще один персонаж. Юра. А Юра словно горел в эту весну. Он был уже четвертый раз влюблен. И дальше идет характеристика. Не буду перечитывать. Вы видите все на слайде. А, опять. Внезапно вдруг появляется Юра. Вот внезапно. И если бы это не был художественный текст, если бы вы так сочинение написали, мы бы вам поставили переход и снизили по К5. Но текст художественный. Автор зачем-то это делает. А, Юра? Вопрос, зачем? Вы помните? Когда есть антитеза противопоставления, тогда перечеркнули все, о чем в сочинении, да, все, о чем говорили вы же. Я ребятам говорю. Сказал «но», значит, перечеркнул все, что написал. Очень аккуратно с «но». И когда ты используешь, это должно быть сильным приемом «но». Итак, это противопоставление. Кто кому противопоставляется? Кто кому противопоставлен? Что чему противопоставлено? Почему вдруг внезапно? А, Юра? Вот обратите внимание, да, я этот кусочек писала. А, Юра, 60-е предложение. Есть ответы у вас? Пока Костя валял дурака, Юра жил. А что значит «жил»? А он не валял дурака? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на фразу, и я напишу, кто произносит фразу. Ворованный отдых. Ребята, кто это говорит? Вот, коллеги, это вот что, да? И вот чё хотят. Вот жизнь-то в чём. Сбегать с уроков. Мальчики говорят «ворованный отдых». Вы думаете, что 17-летний человек может сказать, что мой отдых ворованный? При всём, ребят, я очень люблю старшеклассников, при всём моём уважении. Ну, конечно. Конечно. Ну, конечно, автор характеризует. Как характеризует? А терпение должно быть, Евгений. Есть хорошая поговорка, но, может быть, потом я скажу. В разговорном стиле или даже в просторечном. Где нужна быстрота. В художественном тексте быстрота не нужна. У нас опыт вдумчивого прочтения, а не скачет по верхам. Они осознавали себя. Сладостно осознавали себя преступниками. Сладостно. Да? И опять вместе. И, в общем, Юра увлёк Костю. Да, об этом выписали, и они стали инженерами. И мы можем дать характеристику героям, сказать, какой Юра и какой Костю. Осознавали преступниками они себя сами. Спасибо. Конечно, поправка. Да, ну, дополнение. Не поправка, а дополнение. Ворованный отдых. Это автор говорит. А преступники, им было сладостно от этого. Сладостно. Они убегали с уроков. Юра был в четвёртый раз влюблён. Метался, дёргался, поясничал, берился, забросил уроки и сманивал. Слово «сманивал» несёт оценку. Да? Сманивал. Сманивал. Поведение героев. Юра и Костя. Они похожи или нет? Они похожи тем, что они друзья? Они похожи тем, что они живут, как сказала Анна. Как понимают. Они похожи тем, что они вместе, но они хотят жить. Нам ответила Анна на вопрос. Как понять? Ворованный отдых. Вот, пожалуйста. А что значит ворованный отдых? Да, Татьяна, очень классное замечание. Люди задумываются о будущем, почему они не могут понять, что плохо поступают. Отдых, который не заслужили. Согласна? А ещё? Ребят, в какое время это действие происходит? Впускной класс. То есть вы сидите на вебинаре, два часа меня уже слушаете. А вы говорите, слушайте, я что-то уже пошёл. Что-то я так устал? Что-то. А надо на вебинаре, надо всё-таки понять, про что же Грекова в этом тексте. Конечно, они словно украли. Они украли, да? Они украли. Потому что им нужно было заниматься, а они убежали. Но вы помните, как реплика была? А это жизнь. Они представляют себе жизнь так. Почему они не могут понять? Да потому что они хотят прям жить. Будущее ещё где-то там. Они сейчас хотят жить. Сейчас. Вот сейчас прям мы хотим жить. Мы хотим, да, Юра, я хочу влюбляться, я хочу поясничать и так далее. Бегу и друга с собой беру. И опять обращаем внимание, предложения, которые мы уже говорили об этом, зачем нужны тире, что это за виды предложений. Юра увлёк Костю. Обращаем внимание на это слово. И вместе. Они всё делают вместе. Идём дальше. Ну да, для них занятие не жизнь, конечно. Занятие – это скучно. Итак, вот это, ребята, то, что формулировали другие. Те, кто, да, может быть, кто-то из вас, кто отправлял сочинение. Это темы, это проблемы, проблемные вопросы, которые сформулировали ребят. Как с возрастом меняются отношения в школе. Берём. Плюс или минус. Ответ. Берём. Согласна. Как меняется. Как меняется с возрастом. Мы сейчас, мы очень хорошо с вами проговорили, и вы прекрасно дали формулировки, некоторые даже дали сразу позиции автора. Как меняются отношения, нужно ответить на вопрос, как именно меняются, что происходит с человеком, а он по-другому смотрит на вещи. Некоторые говорят, ребят, там разговор не о вещах, а разговор. И на вещи не тут смотрит Костя, но ещё и на людей он смотрит. Это нарушение по критерию К-10. Вещи – это предметы, это не люди. Смотрит по-другому. У него углубляется, вы много говорили здесь, что проявляется совесть. А, к школе, к школе. То есть к школе он смотрит по-другому на учителя, смотрит по-другому на одноклассников. Да и свой голос какой-то чужой, помните, да, эту формулировку, задумывается о будущем. Проблема переосмысления жизненных ценностей. Хорошо. Как меняется отношение человека к миру с возрастом. Как меняется отношение… То есть это те формулировки, которые ребята давали. Отношение людей к миру и жизни с течением времени. Как со временем меняются взгляды человека на окружающий мир. Достаточно широкая формулировка, и она годна. Берём. Именно так, Женя, вы хотите проформулировать? Многое я упускаю? Итак, широкая формулировка, пожалуйста. Берём. Как со временем меняются взгляды человека на окружающий мир. Берём. Есть ответы на вопрос. Два примера мы найдём, связь укажем. Я хочу ещё одну формулировку, выделаю красную, показать. Влияние друзей на личный выбор. Есть такая проблема. Плюс, минус. Есть такая проблема. Плюс, есть, минус, нет. Вопрос. Где второй аргумент брать? Тема такая есть. Да? Ну, есть друзья и выбор. И ответы разделились. Влияние друзей на личный выбор. Пожалуйста, кто написал плюс? Прокомментируйте, где взять. А где один пример? Где один? Первый пример ворован отдых, второго в профессии. Спасибо, Ирина. Конечно. Да? Есть. Мы берём. Мы берём. Если вы нашли, то показываем второй пример. Такой же. Да? Формулировки. Давайте некоторые. Пишу, что стиль авторов, ребята, ничего тут не трогали. Мы, да, я не трогала. Как есть в сочинениях, так и есть. Есть. На что нужно опираться в выборе профессии? Смотрите, как формулирует позиция автора. Только на себя. В выборе профессии нужно опираться только на себя. И я пометила, потому что Костя взял себе чужую мечту. Мы можем так в позиции автора написать? Костя взял себе чужую мечту. Вот чужая мечта мне понравилась. Но уместно ли в позиции автора? Костя взял себе чужую мечту. В позиции автора мы можем так сказать? Нет. Нет. Почему? Такая чудесная фраза. А мы можем ее вообще взять в сочинении? Эту фразу. Костя взял чужую мечту. Не можем. Или можем? Лилия считает, что не можем. Но ведь Костя сам не знает, чего он хочет. Текст об этом есть. Что Юра-то знает, а Костя нет. Юра увлек, он пошел за ним. А мечта Юры стала, конечно, Юра увлек Костю, а мечта Юры стала для Кости реальностью. Они инженеры. Они инженеры. Мы можем эту фразу использовать в сочинении? Взял, словно украл, а Костя увлекся. Хорошо. Да, я бы поправила слово. Соглашусь, Наталья. Поправила бы слово. Взял. Но вот про чужую мечту. Не нравится почему? Нравится почему? Ребят, очень субъективно, чтобы не было. Почему нравится? Почему не нравится? Вопрос. Можно ли использовать эту фразу? Смысл ее? И где? В какой части? Слушай, прямо спрашиваю. Уж не амперметром ли сила тока измеряется? Я уже вам ответила, что можно. Где? Где? В позиции автора нет. Где можем использовать? Где? В каком месте? Поправим ее. Поправим ее. Да, речь поправим здесь. Спасибо, Инна. Конечно, в примере. Отлично. Проблема безразличия. Нравится, как сформулировано? Что? Нравится? Комментарий, да. Нет, не нравится. Мне тоже не нравится. В чем дело? Почему? Что не так с этой фразой? Проблема безразличия. Автор ставит проблему безразличия. Ну, равнодушия есть к школе. Можно. Можно. Подтянуть, если примеры найти. Нет. Что не так с формулировкой? Ребят, здесь нет формулировки. Во-первых, конечно, безразличие кого к кому, кого-то к кому-то. Это грамматически неверная фраза. Проблема выбора жизненного пути. Да, она существует. Так нельзя ставить. Это тема. Это тема. Нам, конечно, разрешается. Вам засчитают такую формулировку. Но по критерию К12 нужно пометить. 0,5 баллов нужно показать, снять. Потому что это непонимание термина «тема» и «проблема». Ну, могут и не снять, ребят. Мы сейчас снимаем для того, чтобы ребята понимали, в чём разница между темой и проблемой. Конечно. Или от глагольное существительное. Конечно, или глагол, или проявление. Не я. Хорошо. Молодцы. Смотрим. Ну, давайте возьмём что-нибудь, иначе мы сильно затянем. И до самого интересного некоторые из нас не доживут. Вот такая позиция. Смотрите, ПВ, ПА я пишу, да? Вопрос. Чтобы была связка, мы проверяем. Как по мере взросления меняется… Это всё из сочинений. Как по мере взросления меняется отношение человека к окружающим? Ответ. Позиция автора такова. С возрастом мнения о людях меняется. О ком-то в лучшую сторону, а о ком-то, напротив, в худшую. Как вам? Комментируем. Эксперты. Теперь вы эксперты. Так. Почему важно ценить время и примеры брать из части про школы, основываясь на описанных предметах, и последний… Нет, это Лилия отвечает на вопрос. Как вам? Нет или нет? Вы, А, не отвечаете. Анна, сейчас мы ответим все вместе. Мне, конечно, хочется открыть рот и ответить, а теперь мне хочется, чтобы… Ну, больше мне хочется, чтобы вы поработали. Итак, что, ребят, не так с этой формулировкой? Что не так с этой формулировкой? Что мы будем должны… Что мы должны ученику показать? Что меняется в лучшую сторону? В худшую ничего нет. Еще ответа нет, конечно. Ребят, нужна… Вот здесь нужна конкретика. А что происходит? Меняется в лучшую сторону. И дальше напишите, что меняется. То есть, спасибо, Наталья, фактическая ошибка. Спасибо, Нина. Очень некорректная формулировка. Ну, теоретически вам такое засчитают, но вы, конечно, размыто. Но грозит, грозит, то есть под большим вопросом критерий К3. Хорошо, давайте ответим Ани на вопрос. Почему можно поставить так? Почему важно ценить время? Если вы спрашиваете, почему, то ответить должно быть, да, ответ должен быть. Потому что и примеры брать про школу, и последний год он становился зачарованный. Почему нужно? Ответ. Анна, как вы ответите? Давайте так. Как мы ответим Ане? И каковой должна быть позиция? Если у вас получится создать вопрос на ответную связку, все прекрасно. Если не получится... Так, а если у вас не получается ответ вопрос, что делать? Что не так? Как править? Она может быть верная. Она может быть верная, но она не очень некрасиво звучит. Либо искать другую проблему, либо искать другую формулировку, да, чтобы вопрос-ответ. Давайте Анна, Анна печатает, да. Почему важно ценить время? Ответ. Если вы напишете ответ на вопрос, и он... Какова ценность времени? Ответ. Какова? А мне кажется, вы еще забудрили больше. Какова? Такова. А какова? Я не знаю, что автор говорит по этому поводу. Какова? Что вы хотите услышать, Аня, в ответ? Какова ценность времени? Какова? Не, не то слово, да? Какова? Такова. Какова? Про ценность времени хорошо было поставить. Почему важно ценить время? И отвечают. Можно что-то отпустить. Наталья отвечает. Хорошо. Правильно. Верно. Да. Велика. Это не ответ. А где конкретика-то? Насколько велика? Попадет ваше сочинение ко мне? Я думаю, что велика насколько? Что вы конкретно имеете в виду? Аня, понятно, да? Понятно? Понятно, как ставится? Конкретно нужно. Должен быть ответ на вопрос. Хорошо. Давайте дальше. Смотрите, позиция автора ясна. Я прокомментировала вам. Позиция автора ясна. Нет, не ясна. В данном тексте автор... Смотрим дальше. Автор грекова рассуждает над проблемой скоротечности времени и взросления. Вот дальше я пишу, комментирую. В данном... Ребят, очень аккуратно с этим словом. Мы сильно не третируем за него. На экзамен на реальном не снимут. Но данные – это канцелярия. Это в тексте сочинения. Это не значит, что слово плохое. Мы не наказываем слова. Слова уместны в определенной речевой ситуации. В данном кому? В данном кому текст? Вам дан текст Кима. А мне дано ваше сочинение. У нас что данные? Грек рассуждает над... Как вам эта формулировочка? Вот если у вас сейчас рядом есть тетрадки, выпишите, пожалуйста, и перечеркните, а лучше вообще перечеркните двумя крестами и никогда так не делайте. Как нужно правильно сказать? Как здесь исправить ошибку? Или напишите лучше не правильно и перечеркните, а напишите правильно и подчеркните. Сергей печатает. Смотрим. Рассмышляет над... Рассуждает... О, все, спасибо, спасибо, Татья Андреевна. Рассуждает... О, да, абсолютно правильно. Молодца. Все, отлично. Итак, посмотрите, что делать. Обязательно я хотела прокомментировать сочинение, которое еле-еле, там, по-моему, баллов 8, вполне грамотный был человек, но структуру не знает. Я пишу, первое, это не тема, а проблема. Проблема скоротечности. Не ставим мы так вопрос. Второе. Это две темы, а значит, проблемы будут разные. Посмотрите. Скоротечность времени, вот об этом вы, Анна, говорили, ценность времени и взросление. Ребята, это разное. Это нужно писать два разных сочинения с двумя разными проблемами, согласны? Дальше пишет. Это авторская позиция истана. И, соответственно, раз все ясно, там все можно перечеркнуть, потому что две проблемы, причем комментарий дает так. Один пример к скоротечности времени, а другой к взрослению. И как-то умудряется еще связь находить. Понятно, что все обнуляется. Один балл будет, там примеры, пояснения. Все, больше ничего нет. Мы не можем, если нет второго примера, как мы связь будем указывать. Вы не опоздали, вы ответили точно так же, как кто-то еще. Это здорово. Итак, хорошо, посмотрите. Имитация, вот то, что я назвала до этого, имитация авторской позиции, то есть вы до конца не написали, ну ее зачтут. А вот имитация своей позиции не зачтут. Я полностью согласна с позицией, ребят. У нас автора нет позиции. Он мне говорит, моя позиция такая. Вот, ребят, я вам расскажу, говорит автор, какая моя позиция. Я согласен с автором. Аккуратно со словами. Вас не будут ругать ни с позицией, ни с мнением. С автором согласен. Ведь не трогаем, терпим. Ведь, коллеги, терпим. На собственном разговорное слово все нормально. Ведь на собственном примере могу доказать, как время быстро убегает от нас, и мы очень быстро взрослеем, меняемся. Во-первых, кто мы, вы, я, кто мы. Некорректно так говорить. Кого вы имеете в виду мы? А что хотел сказать автор? А где позиция? А где? Это имитация собственной позиции. Имитация собственной недели. В своем тексте автор не может делать в чужом тексте ничего. Поэтому это слово лишнее. Дальше. Меняется ли со временем восприятие человеком одних и тех же вещей? Я приведу цитату. То есть посмотрите, в чем здесь ошибка. Мы не засчитываем вот эту вторую, второе обоснование в нижней части слайда. Мы не засчитываем. Почему? Кто скажет, почему? Почему мы не засчитываем, ребят, ответ на вопрос? Ну, вещи здесь будут, да, речь. Ну, мы засчитали бы, если только речь. Мнения ученика нет. Здесь нет тезиса. Помните, я говорила, 3-4 надо, 3 позиции должно быть. Ладно, уже не говорим о микровыводе. Нет тезиса. Вы что доказываете? Что доказываете? Автор задается вопросом. Это было, да? Я приведу цитату. Ну, дальше. Да? Хорошо. Итак, сейчас вы пробегаете глазами и смотрите. Вот есть дополнение. Есть дополнение. И сделано разведение примеров. Иван Поликарпович, директор. Знаки припинания, какие есть, такие есть. Ничего здесь не правили. И второй пример. Костя волнуется, да, не знает, какой сделать выбор, тревожится об этом, волнуется. То есть дополнение, есть такое вид связи. Мы пишем, но нужно его обосновать. И здесь действительно дополнение. Примеры дополняют друг друга. Первый, а еще, вот в первом мы говорим, да, ну, не очень нравится и первый, и второй. Лучше их расписать отдельно. Что делает первый, что делает второй, и что это дает. Вот тогда будет замечательная взаимосвязь. И тем не менее, здесь мы засчитываем и связь, и обоснование. Итак, ну, ладушки, снова я пишу собственную позицию. Я разделяю точки зрения автора. На мой взгляд, взросление трудный период, когда мир человека может перевернуться с ног на голову. И главное в этот момент не ошибиться с выбором. И дальше идет пример из капитанской дочки. Все неплохо, да, только перевернуться с ног на голову. Мы говорим о том, что это шероховато, что это речь, да, разговорный фразеологизм. Лучше его здесь заменить нейтральным по стилю словом. И то, с чего мы с вами начинали. Вот вы смотрите на текст художественного, художественный текст, и задаете первый вопрос, а от чего имени текст написан? Это автор или герой? Если есть я, то есть герой. А здесь еще интереснее произошло. Редко бывает такое. Я картинку нарисовала, видите. Автор, он выносит приговор, да, он осуждает или стоит на стороне героя. Автор не равно герой. Герой – Костя, а автор – женщина. Да, ну, главный герой – Костя. Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к тексту. Говоря о школе раньше, автор не воспринимал ее как что-то родное и близкое и так далее. В этом предложении автор показывает безразличие. Критерий К12 будет снижен. И еще символы вам. Читаю фразу. Вывод еще раз повторить проблему. Раздается следующий вопрос. А зачем? А зачем еще раз повторять? Вы сказали один раз достаточно. Значит, посмотрите. Мы не повторяем. Иначе по критерию К5 по логике будет снижен. Должна быть. Помните, я говорила? Мысль на новом уровне. Я нарисовала вам спиральку. Спираль должна быть. Приращение к выводу должно быть. Ну, и буквально несколько слов. Те пресловутые сочинения, которыми наполнена сеть. Я первопопавшуюся набрала сочинение на максимум. Я не знаю, да, никто автор. Ничто за сайт. И вот сочинение на 25 баллов. Как говорит интернет, я его проверила. Вот, посмотрите. Я его проверила. И я убираю дополнительно еще баллы по критериям К2, К5, К6, К10 и К9. Что получается? 25 превращается в 18. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и не сдувайте сочинения, которые есть в сети. Ребят, крайне редко там можно что-то увидеть на максимальный балл. Итак, пока совсем разобрались с тем, что я задавала вопросом. Но это не все. У этого текста есть загадка. Не одна. И так заканчивается тот текст, который вы получили. И этот текст был с сайта популярного. Рус Юторс взят. Текст заканчивается так. В общем, Юра увлек Костю. И так случилось, что они оба стали потом инженерами. Но это не весь текст. Задание я. 27. На экзамене. А это текст экзамена 2021. Текст выглядел так. Сейчас напишите, пожалуйста, коллеги. Тот, кто знал, что было продолжение у этого текста. А Косте вероятнее. Правильнее было бы стать врачом. Ничто не интересовало его. Так. Как люди. Я понимаю, что некоторые удивлены. Угу. Угу. Хорошо. Итак. Отлично. Значит, я хоть чем-то вас, коллеги, удивлю. Да? Итак. Отлично. Давайте скажем. И что эти два предложения вносят в наш анализ? Я нашла там знак припинания неверный. И мы текст перепечатывали. Это про вопрос. Нарусю, это все неверные тексты. Верно. Выбор был не Косте, а Юре. Еще усиливается эта тема выбора, который под давлением, который в силу характера был сделан. Человек не знает, чего он хочет. Но есть вероятно, да? Ничто не интересовало его так, как люди. И так, помните предположения? Ну, конечно, отлично. Отлично. Вот еще одна проблема. Конечно, еще одна проблема. И, конечно, проблема выбора жизненного пути. Итак, все ли части? Но вы были очень умненькие и грамотные. Вы сразу ее определили. Обычно ребята не видят, они не понимают, что с этим делать. Той частью, которую вы красиво назвали, да? Самое-самое начало. Предложение. Ну что ж, в общем, дома не существовало. Спасибо. Да, Ольга, да. И вы увидите, как с этим текстом все непросто. Еще разочек, да? И как интересно с ним. То есть, посмотрите, посмотрите. Зачем нужны первые 13 предложений? Они вообще странные. Когда, согласны, ты читаешь текст и не понимаешь. Вот все понятно. Вот про школу, вот про учеников, про учителей, про учеников, про друга. Ну, это-то зачем? Ну, даже про выбор этот понятно. Ну, это зачем? Кто такие Циля, Роза, Генрих Федорович? Зачем? Какое-то предательство. Зачем? Ну, нужно было убрать. Ну, не убрали же. Нет ничего лишнего в тексте ЕГЭ. Костя, спасибо, предал себя и предал, предал всех и предал себя. Кольцевая композиция, видите? Костя, уже как-то там. Вы помните голос, который звучал чужим? И посмотрите, опять мы делаем то же самое, что только что выполняли с частью о школе. Я показала вам достаточно на одном, на работу с одной проблемой, с одной темой. Да, как из неё, как составить проблемы и как составить позицию автора сформулировать. Было раньше, а было теперь. Было раньше несчастье, предательство и потеря дома. А теперь есть счастье, воспоминания и, в общем-то, успокоение. Ему хорошо, он смотрит на школу. Вроде бы, да? Вроде бы. Итак, я вам сейчас предложу сочинение. Это написала моя ученица. Она занимается, она в курсе два года. И здесь есть о грехе. Это не максимальный балл. Но мы не обсуждали текст, то есть я предложила написать. И она увидела. И она, к счастью, была не одна. Одна из тех, кто увидел, зачем нужна эта часть. Об упущенной возможности можно судить только по прошествии времени. Посмотрите, да, как. И вступление ещё пишет. А то не обязательно, да. Но если получается, прекрасно. Посмотрите, как рассуждает девочка. Человеку нужно переосмыслить происходившие события, чтобы взглянуть на них под другим углом и сделать важные для себя выводы. О проблеме потерянного времени. Аня, слышите, да? Вы правильно всё сделали. Вы правильно уловили. Потерянного времени рассуждает автор. Только у меня сразу сказка о потерянном времени. Да, ассоциация идёт. В предложенном для анализа текста. Греков ознакомит читателя с возрослевшим Костей, на возраст которого указывает глаголы прошедшего времени. Стали инженерами молодость шла. Герой вспоминает о своей юности, но его мысли обрывочны. Целя, Роза, Дедушка в одном месте, комнаты воспоминания в другом. Он не может составить целостные картины, потому и говорит, что, в общем, дома не существовало. Костя испытывает муки совести, потому что чего-то он здесь не выполнил, не сделал, не пошёл, не кричал. Собственное бездействие и молчание казалось ему предательством. Но вернуть прошлое невозможно, поэтому Костя считает себя виноватым перед близкими. Ощущение упущенной возможности удручает героя и наталкивает на дальнейшие размышления о тех моментах юности, в которых стоило вести себя более осознанно. Раньше учащий в школе Костя не воспринимал учителей, как отдельных личностей, если запятая не нужна. А видел только профессиональные стороны. Биологиня, заведующий, математик. Спустя время, какое-то время, он понял, что не замечал их человеческие качества. Старый заведующий, старые вещи, а за всем этом скромность, терпение, воля, труд. Герой стыдился и разочаровался собой, когда глядел на этих людей, потерянных им по своей вине, по небрежности, радостно горевал и почти любил их. Рефлексируя, Костя сожалеет о потерянном времени, возможности лучше понимать мир через человеческое отношение к тем, кого он воспринимает, понимает повтор, только по деловым качествам. Приведенные примеры иллюстрируют рассказ об упущенных возможностях, дополняя друг друга. Мысли о доме, неосознанное поведение в молодости, приводит в юношественном или в детстве даже Костю к размышлениям о том, что он тратил время на ненужные вещи, не замечая важных деталей вокруг себя. Герой не старался разглядеть человека, а только судил о профессиональных чертах. Автор хочет донести до читателя мысль о том, что нужно ценить время, быть внимательнее к людям, потому что это может избежать разочарования в будущем и создать полную картину мировосприятия. Я согласна с позицией Грековой, тоже считаю, что необходимо осознанно относиться к жизни, чтобы не упустить важных моментов, способных повлиять на человека. В подтверждение своих мыслей приведу пример из русской классической литературы. Главный герой повести Тургенева Ася, уже немолодой господин Ненен, вспоминает историю, произошедшую с ним 25 лет. Он познакомился с удивительной, своевольной девушкой, которая поразила героя, сполыхнула в душе такие светлые чувства, которые он больше никогда не испытывал. Но трагедия Эд Энн состоит в том, что в силу своей любви Касси он осознал только, когда потерял ее изначально. Он воспринимал девушку как капризного ребенка, сумасшедшую, и только со временем он понял причину ее поступков и глубинных чувств. Герой долгие годы остается несчастен, и несчастен потому, что молодости не ценил моментов, проведенных с Асей, не смог вовремя понятию и ответить взаимностью. Подводя итог, хочется выразить надежду, что люди будут внимательнее друг к другу, станут осознавать последствия своих поступков, ценить моменты, чтобы в будущем не разочароваться и не жалеть об упущенной возможности и потерянном зря времени. И я задаю вопрос, а бывает потерянное не зря время. Работа с шероховатостями, но в целом уловила достаточно глубоко. Печатают коллеги, что-то хочется сказать. Это не образцовая работа. Я показываю, что можно было и увидеть, проанализировать эту первую часть и увидеть, что текст на поверхности только о школе. Жду, чтобы перейти к следующему слайду. Конечно, литературный пример не обязателен. У нас нет литературного примера за несколько лет. Да, глубокий анализ текста, править там есть то. То есть это как написано, так и я перепечатала, перекопировала, скопировала. Не обязателен литературный пример. Если неплохо с литературой, то можно давать. А если достаточно, да, да, не обязательно. Можно давать из жизни, можно давать от силы к авторитету. Ну, давайте я скажу, откуда я знаю, как звучал текст на ЕГЭ. Сочинение зрелого человека очень понравилось. Хотелось мне вот что сделать. Хотелось мне поделиться своим опытом с дачей ЕГЭ. Я могу себе, помните, как было там в Гербалайфе, да, я научу, я знаю, как похудеть, или что-то спроси меня о том. Я могу себе повесить значок, я сдал ЕГЭ. Хотела показать свое сочинение, которое было на максимальный балл. И я не смогла, ребят, открыть ни один сервис, ни работа. Всех спрашиваю, не понимают, почему. Нигде ни на чек ЕГЭ, ни на госуслугах мне не дали сейчас эту работу. Поэтому вот показываю, что ЕГЭ был. И показываю те выводы, которые я сделала. Страшилки есть, ребята, что нельзя исправлять. Можно. У меня получилась работа, увы, грязная. Почему? Потому что очень банальный, но появился такой вывод, неожиданный для меня. Мы привыкли печатать, а нужно на экзамене писать рукой. И мне было очень непривычно. Мы же привыкли исправлять очень легко на клавиатуре, да. И рукой, поскольку я писала, я писала схему, я составила, нашла все проблемы, которые я увидела, составила. Мне был интересный механизм, да. Что такое ЕГЭ, так ли страшно, чёрт, как его молюют. Какой, что вообще испытывать с точки зрения психолога мне было, да. Интересно, что испытывает ребёнок на ЕГЭ. Буду я вообще волноваться? Это ж нормально, да. Не буду удивления, нет. Ну, у меня нет такой выбора, да, мне не поступать в ВУЗ. Ну, и вообще было интересно побывать в ситуации экзамен для того, чтобы спокойно об этом говорить с выпускниками. Ребят, ЕГЭ – это не страшно. И вот мы обсуждали недавно на одном из курсов, да, сколько времени на тест. Тест я решила за 15 минут. А вот сочинением я сидела и разные варианты прикидывала. И дальше вывод какой? Конечно, сейчас писать. Это было поразительно, потому что я исправляю, сверху ещё исправляю. Думаю, ну всё. Не знают же, что там сидит тётенька, которая умеет писать сочинение. Никак не влияет, да. Никак не влияет. Я не могу, Марина, никак… А, писали ЕГЭ? Это правильно. Учителю надо писать, надо побывать в этой ситуации. Ну, ладушки, если хотите, я поделюсь. Я надеюсь, что когда-то будет доступ. Я покажу эту работу. И дальше, смотрите. Вы знаете, какую я взяла проблему? Вы её не назвали сейчас никто. Мне было интересно. Я понимаю, что я тоже играла с огнём. Но это же был эксперимент, правда. Мне всегда интересно, мне всегда интересно находиться в эксперименте. Я нашла всё, что я могла. Я насоставила, попали. Да, конечно, Ирин. У меня был этот текст. Откуда я и знаю, что у него есть продолжение. Я писала роль воспоминаний в жизни человека. Всё прекрасно. И я впервые в жизни… Ну, я считаю, что у меня всё, в общем, очень прилично с литературой. И для меня, естественно, писать литературные примеры, они рождаются легко. И я первый раз в своей жизни писала не литературные примеры. Я писала из жизни. То есть, ребят, вообще такое интересное приключение. И ничего не бойтесь, работайте. Да, волнение быстро заканчивается. Я наблюдала за ребятами в аудитории. В прошлом году досрочного не было. И я попала в аудиторию с собственными учениками. Они говорят, а что вы здесь делаете? А то же самое, что вы. Тайны не случилось. Ну, ладно, всё. Это я вас немножко развлекла. Пойдёмте дальше. Ну, и поскольку я вам не могла показать сочинение на максимальный балл, мне сервисы… Ну, вот, наверное, хорошо, что не с учениками. Но, тем не менее, как есть, так есть. Да? Как получилось. Не дали мне показать вам сочинение на максимальный балл. Сейчас я вам напишу сочинение. Предупреждаю сразу, ребята, это всё-таки сочинение учителя. У вас будут работы гораздо проще. Ну, ловите сочинение моё. Ну, вы ещё живые? Мы приближаемся к финалу. Как проявляется взросление человека? Над этим вопросом размышляет Грекова. В центре внимания автор – выпускник Костя Левин, для которого школа никогда особенно много не значила. Чтобы читатель проникся ощущениями героя, Грекова предлагает описание преподавателей, увиденных другими глазами. Автор приводит воспоминания выпускника, вызовав в кабинет директором, где прежде душило пылью и скупой. Теперь в этом месте всё выглядит иным, трогательно, одушевлённым. И вот строгий директор Иван Поликарпович досадное препятствие только вызывает у Кости интерес и жалость. А внимательный юноша отмечает аккуратно замутанную суровой ниткой оглобельку железных очков, неуклюжие робкие пальцы и видит перед собой человека, которому нелегко. С помощью художественных деталей автор показывает, как в надушии героя к школе сменяется щемящим чувствам предстоящего расставания. Выпускник делает вывод о скромности, терпении воли старого заведующего. По взрослесу школьник начинает замечать то, что раньше для него не имело значения. Учится анализировать свои поступки. Вовлекая читателя в совместное рассуждение по поставленной проблеме, Грекова словно невзначай переводит внимание читателя на друга Кости Юру, который горел в эту весну, в четвертый раз был влюблен, метался. Молодые люди не похожи друг на друга. Один темпераментный, задорный, охваченный страстью к будущей профессии инженера, другой сомневающийся, колеблющийся. Не знал, куда его тянет. Чтобы передать страстность речи Юры, автор использует процеляцию и неполное предложение. Поезда без машинистов, самолеты без летчиков. Приемы показывают увлеченность юношей выбором профессии. Читатель, как и Костя, попадает под обаяние решительного и целеустремленного героя. Но фраза Юры про мысль без мозга настораживает читателя, повтор я сделала, и заставляет, настораживает, и заставляет изменить отношение, казалось бы, робкому и ведомому Костя. Грекова показывает уже не того, кто безвкусно валял дурака. В характере главного героя чувствуется глубина, серьезность. Внешней активности Юры противопоставлены движения души Кости. Когда человек становится старше, он готов понять, что несет ответственность за выбор своего пути. Ее неуверенность в себе может быть тоже частью взросления. Примеры дополняют и усиливают друг друга, помогают понять сложность и важность периода взросления. Первый позволяет увидеть изменения во взглядах героя на школу учителей. Второй показывает, как старшеклассник начинает осознавать ответственность за свое будущее. Грекова подводит читателя к мысли о том, что взросление – это осознание предстоящих перемен, пробуждающих в человеке теплое и светлое чувство по отношению к привычной действительности. Тревога за будущее – способность к анализу. И согласна с автором, взросление – сложный процесс, который может проявляться в противоречивых чувствах и поступках. Холден Колфрид – герой исповедального романа Селлинджера «Над пропастью воржи». 16-летний бунтарь, нигилист, отрицающий все хорошее, что ему может предложить общество. Актеры театра играют слишком хорошо, школа вызывает отвращение, а окружающие люди, которые пытаются с ним контактировать, натыкаются на прочную стену непонимания и неприятия. Холден, раздражительен, импульсивен и воршлив, но при этом добр, отзывчив, робот, сведущий в искусстве. Попытка пожить самостоятельной жизнью приводит к бескомпромиссному анализу своего поведения, раскаянию в совершенных поступках, ошибках, и, наконец, герой ощущает счастье. Становление личности – процесс, порой болезненный и трудный, но без него невозможно душевное развитие. И так взрослеть – значит, становиться более чутким, самостоятельным, брать ответственность за себя и другого, искать ответы на серьезные вопросы. Французский философ Андрей Бергсон сказал, «Жить – значит меняться, меняться – значит взрослеть, а взрослеть – значит непрестанно творить себя самолом». Ну вот, один повтор есть, но одну речевую нам разрешают. Я взяла все, что мы не любим, взяла дополнения, взяла примеры, которые сложно было состыковать между собой, то есть попыталась задачу себе усложнить. Ну, не знаю, как я справилась, думаю, что справилась. Я хочу передать привет, спасибо Наталье, привет, и огромное спасибо двум моим коллегам, Елене Петровне Дудиной и Татьяне Андреевне Бессоновой, которые здесь, за ту возможность обсуждения моей работы, которая получилась. Вообще потрясающе. Я понимаю, что это вебинар про для ребят, но выразить коллеги огромное спасибо за возможность совместного творчества, за возможность задавать вопросы, получать ответы, давать ответы тогда, когда знаешь. Ну, я надеюсь, что хорошее. Надеюсь. И такой вопрос. Ребят, мы подходим к финалу, коллеги, подходим к финалу. И, наверное, у вас рождался вопрос, боже мой, ну почему она берет эти ужасные цвета? У презентации вообще, ну ужас какой. Зачем это была фиолетовая презентация? У вас есть предположения, почему мы подходим к психологической части? Чуть-чуть, чуть-чуть можете расслабиться по поводу сочинения, а теперь немножечко вам для себя, для внутри и на будущее. Для мотивации кого? Ну, обычно может вызвать раздражение цвет. Давайте так, раздражение. Кто подумал, зачем она взяла этот цвет? Почему у нас была фиолетовая презентация? Да. У вас есть цвет философов? Согласна активировать зрителей. Ну, надеюсь, что получилось. Не знаю, как вам решать. И я прошу вас назвать несколько ассоциаций. Спасибо. Вы со мной сегодня активно работаете. Назвать ассоциации со словом взросление. Надежды. У вас, они могут быть вашей личной ассоциацией. Ответственность. Изменения. Интересно. Сейчас я вам расскажу о трактовке. Ответственность, отвечать за свои поступки, понимание, самостоятельность. Первое, не думайте, это то, что приходит в голову. Давайте я немножко психологом побуду. Фиолетовый цвет искреннего раскаяния, смирения, крутости, святое единение. Но данный цвет далеко не просто понять. Он соединяет мужское, красное, женское, синее. Начало активно и пассивно. В нем гармония противоречия, слияние противоположности. Способен уничтожить разногласия между желанием и действительностью. Цвет магический, волшебный, мистический. Фиолетовый цвет необычных, неординарных людей. Спасибо, Ирина. Изменение мировоззрения, взгляд со стороны, поворот. Слушайте, вы написали интереснее, чем это сделали мы. Очень хорошо, что вам было неудобно. Ирина, я себе, представляете, ставила эту задачу. Это не фиолетовый, это такой вот даже синий цвет. И вы сейчас, я вам объясню, почему. Итак, фиолетовый церковь и покаяние. Покаяние. Цвета – это родной язык подсознания. Шкалу нарисовала. Это те ответы, которые мне дали ученики. Видите, такие умные ответы. У вас их гораздо больше получилось. Видите? Рефлексии, перемены, развитие и рост, переоценка ценностей. Можете сравнить со своим ответом. Там был синий цвет, а здесь фиолетовый. И посмотрите, что я вам пишу. Новые исследования психологии говорят о том, что существует еще один возраст. Коллеги, мы это с вами в пединститутах не изучали, в педвузах. Я еще институт заканчивала. В университетах не изучали. Есть еще период между юношеством и зрелостью. Он называется формирующаяся зрелость. Я прихожу к выводу, что герой находится в периоде формирующейся зрелости. Он давно не подросток, который спорит, который горит. Красный горение активный. Костя горел, помни? Юра горел в эту весну. Это подростковое поведение. Поэтому и отдых ворованный. Поведение такое эпатажное. Он сомневается, он думает, он размышляет, он формируется. Он на переходе к взрослому состоянию. И очень похоже то, что написала Ирина. То есть задача прийти к спокойствию в целом. Вот пришел ли Костя к спокойствию? Можете вы ответить на вопрос. И был там, помните, я выделяла желтеньким, красненьким. Конечно, не просто так. Я брала эти цвета. Была задача не сделать это для глаз читаемым. Задача была другая, психологическая. Выделить так, чтобы вызвать нужные ассоциации. Чтобы дать ответы на вопросы. Чтобы вы дали те ответы, которые я хочу от вас слышать. Воздействовать на вас с помощью цвета. Итак, пришел ли Костя к спокойствию? Придет, когда станет врачом. Увы, он не станет. Я знаю роман, я его прочитала. Меня вообще заинтересовал этот текст тогда еще на экзамене. Потому что было непонятно вообще, какого возраста герой. Он сейчас стоит, вспоминает, как он стоит. Или он уже вообще вырос давно. А кто это говорит? То есть разобраться, где автор, где герой, в этом тексте очень сложно. Он не придет к спокойствию. Он не придет. Он не придет. Нам очень хочется, чтобы он пришел. Посмотрите, немножко еще для вас боль, для ваших глаз. В общем, Юра увлек Костю. Это состояние красное, да, состояние активное, агрессивное даже во многим. Посмотрите, да, а Юра словно горел в эту весну, вот это цитатам, которые давали. И все становилось зачаровано. Это было фиолетовое состояние. Я в сочинении писала, и вот сочинение, которое Анна читала, там тоже есть. Тревога за будущее, напряженность. У Кости чувствуется напряженность. Он не знает, чего он хочет. И Аня ответила, нам в чате писала, да, как у нас сейчас. Мы закончим школу и не знаем, что будет дальше. Все закончилось, а что начнется? Как будет? Ну, конечно, многие люди занимаются не тем, о чем мечтали. Конечно, бывает так, конечно, часто бывает, да, и ребята сейчас увидят, выберут профессию, а потом начнут учиться и поймут, ну, не то. А еще бывает так, вот, закончат и поймут, что не то. И помните последняя фраза? Ничто его не интересовало так, как люди. Потому что идти-то нужно было. Склонность к рефлексии, склонность к анализу, склонность к пониманию. Нужно было идти в другую область. Герои стали инженерами, и они стали заниматься кибернетикой. Они стали знаменитыми. Костя защитит диссертацию. И роман очень грустный. То есть Костя остался в фиолетовом состоянии, можно я так назову. Роман «Сдвижопредание». И посмотрите, помните ответ на вопрос. Почему 33 года молчания? Все должно быть по закону литературного произведения. Правда, все кольцуем. Кольцевая композиция самая эффектная. Помните, да? И на новом уровне. Мысли на новом уровне. Реализуем теорию в практику. Тема. Костя еврей по происхождению. И его так не растили. Он услышал только в начальной школе, что, оказывается, да, он услышал, как его обозвали, стал расспрашивать родителей, почему, что это значит. Значит, тема была табуирована, и поэтому не мог роман быть напечатан в Советском Союзе. Он был напечатан в США и уже, да, в 95-м году. И автор пишет. Всегадетные цитаты, приведенные в книге подлинные. Автор по национальности руси. Да? Дело допоминаний пишет. То есть произведение. И очень мне хочется, конечно, пойти дальше. Коллеги, я думаю, вы простите, а ребятам будет полезно. Есть у нас такое понятие в ЕГЭ по литературе, как выход на все произведение. Мы, когда анализируем фрагмент, мы стараемся выйти на все произведение. Посмотреть. Но поскольку я познакомилась со всем произведением, и скажу вам, что оно интересное и очень неожиданное было для меня. И еще встретиться с Иваном Поликарповичем Костя. Костя попадут с Юрой, они будут дружить всю жизнь. Очень разные, не похожие один на другого. У Кости родится сын, которого он назовет Юрой. И потом будут и репрессии 1937 года, будет блокада Ленинграда, в которую Костя чуть не умрет. Будет и дело врачей, будет и кибернетика, проклятая наука. Будут доносы, то есть очень много в романе всего. Читать его интересно, читать быстро, если будет желание. И я свяжу предание. Поинтересуйтесь, можно. На многие проблемы будут иллюстрации. Отлично. У меня есть кто-то за меня. Я тоже решилась прочитать. Итак, Иван Поликарпович встретится когда они? Помните Ацил, когда колонны маршируют? Иван Поликарпович был, который был директором Костиной школы. И Костю изгоняет отсюда. Ему надо чем-то кормить семью. И он, хотя бы ему учителем в школу, он приходит. И Иван Поликарпович не берет Костю. Он говорит, что в некоторых вопросах приходится верить государству. И Костя остается без средств существования. Вы помните? А не вернутся ли гимназические порядки? И страхи-то. Вот эта отсылка на что-то бесчеловечное, такое немецкое. А там же иронизирует Толстой над палочной дисциплиной. И вот мы видим, почему... То есть я не придумала эту отсылку. Она мне не показалась. Она есть. Это реминисценция на роман Толстого. Иван Поликарпович поступил. То есть были. Вот он, помните, добрый, душевный был в отрывке. Мы анализируем с вами тот отрывок, который есть. Я вам говорю уже в объеме, да, с выходом на все произведение. Что еще я увидела в этом произведении? Ну, конечно, сразу, когда вы читаете свежо предание, а дальше... Пишите. Свежо предание. А верится с трудом. Откуда это? В середине стоит герой. Ну, конечно, это горе от ума. Это... Которая, помните, когда-то называлась «Горе уму», а Костя, несомненно, очень умный герой. И точно начал свет глупить. Помните, да, этот монолог? Сказать вы можете, вздохнувший, как посмотреть, так посравнить век нынешний и век минувший. Свежо предание, верится с трудом. И так далее. То есть это монолог, да, это монолог, в котором Чацкий негодуя видит, когда негодует на московское общество, видит... А тем, кто выше лист, как кружево плели. И вот все это отсылает ко времени доносов, ко времени поклепов, в котором предстоит герою жить, и эти времена погубят героя. Что я еще увидела? Увидела... Ну, Константин Левин. Помните Левин, который безвкусно дурака валяет? Это герой Анны Карениной. Полный тезка. Ну, разве это случайность? Ну, разве так вообще может быть такая случайность? Ну, конечно, нет. Помните, напряженный Костя, который в фиолетовом настроении, да? И Константин Левин, толстовский нервный человек, милый, добрый, сердцем золотым, но нервный. Коллеги, помните, наверное, ребята, тот, кто читал, тот, кто читал, тоже вспомните. Может быть, от того, что я радуюсь, что у меня есть, и не то же о том, чего нету. Очень похоже на состояние Кости Левина из романа «Свеже предание». Идея противоборства, толстовская идея противоборства внутреннего и внешнего, духовного и плотского. Толстой показал это с помощью образа Константина Левина. То же самое делает Грекова с помощью образа Константина Левина. У Константина Левина в романе Толстого «Други Стива Блонски». Как они не похожи друг на друга. Но это не мешает им любить друг друга и всю жизнь эту дружбу проносить. Что еще есть сходно? Какие сходства есть? Умершая рана родителей у того и у другого персонажа, у того Кости, у другого. Толстой говорит о Константине Левине, что это человек с неспокойной совестью и человек, который смотрит на жизнь трезво. Все эти же характеристики мы можем дать Константину Левину из романа «Свеже предание». Любит природу. Костя Левин из Грековски тоже очень любит ходить на природу. Находит умиротворение на природе, видит в искусстве, в природе видит умиротворение, видит покой. Он ждет этого, он хочет этого синего внутри, он хочет спокойствия. А пока он находится правильно, вы говорили, в покаянии и в тревожности. Вы знаете, когда я лепила эту презентацию, то я начинала делать это в кабинете, в кузнице. И ребята уже собирались, уходили, я включила компьютер, и одна из учениц заглянула, чтобы сказать мне «до свидания», говорит, видит у меня эту фиолетовую заслуку, говорит, «Ой, как тревожно, Мария Владимировна, почему у нас такой фон?» Так тревожно. Думаю, классно, я попала. Все абсолютно правильно, и вы все, все занятие, почти три часа, вы сидели и думаете, ну почему так тревожно? Потому что важно было передать состояние героя, передать состояние Кости Левина, задуматься о жизни, задуматься о ее смысле. Но еще, «Медный всадник» есть подражание, это не я, это источники авторитетные, есть статья, которая говорит, что это подражание. Костя Левин из романа «Свеже предание» сойдет с ума и умрет в клинике для душевнобольных. Он будет раздавлен всей ситуацией, непонятно, возможно, он покончит с собой. То есть, отсылка есть, да, маленького человека, которого разбила махина власти. «Греково» это городской роман, для городского романа очень много важно, должно быть много писаний, мы это все находим. Что еще? Когда-то Быков назвал Чацкого взыскующим умом. С помощью названия «Грекова» нас тоже отсылает к взыскующему уму. Ум Кости Левина взыскует, он ждет ответов на вопрос, он ищет, он, да, и почитайте, вам станет понятно, кто такие Циля, Роза, да, и другие герои. Вы помните цитата, которая была у нас в самом начале, цитата Грековой? «Есть люди, как планеты, светящиеся отраженным светом, и есть люди, как звезды, у них собственный свет». Мы можем сказать, что Костя, несмотря на то, что он не пришел к синему спокойствию, которого очень хотел, только в ЕГЭ так не пишите, про синее спокойствие. Он все-таки человек-звезда. Ирина Сергеевна Венцель, Ирина Грекова, и Грекова, Игрекова, человек-звезда. Чтобы иногда в критике много, они рассуждают и ругают ее за романы. Она много пишет, она техническая интеллигенция, она много, они пишут, она все не понаслышке знает, что происходило в научных кругах. И она человек-звезда, потому что она и прекрасный литератор, и удивительный математик. А я очень хочу, чтобы каждый одиннадцатиклассник, который сегодня со мной провел три часа времени, со всеми с нами провел три часа времени, и каждый, кто будет смотреть это занятие в записи, все-таки пришел к своему синему периоду, от красного к фиолетовому, к синему. Видите, там сердце. Все пазлы сложились. Волнение перед экзаменом это норма. Я вам секреты рассказала. Да, секреты. Волноваться нормально. И пусть все сложится, если мы готовимся, если мы знаем, чего ожидать на экзамене, то успех будет, а удача пусть тоже будет рядом. Я благодарю вас, что вы стоически выдерживали меня так долго, ух, какие красивые смайлики. Анаита, спасибо. Если есть вопросы, в скорых пороховницах можете задавать, если нет, то мы будем с вами благодарить друг друга. Читайте роман, если захочется. Посмотрите еще раз на текст, проделайте то же самое с другими темами. Мы поговорили только об одной теме школы. Можете, да, взяли одну проблему только. Следуйте инструкциям, идите по инструкции, тогда скопять будет все в порядке с критерием логики. Идите от логики. Дальше уже шлифуйте речь. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги, спасибо. Александра. Повод послушать и переосмыслить. Для нас тоже это большое удовольствие общаться и с ребятами, которые хотят, которые задумываются о будущем, и с коллегами прекрасными, которые тоже хотят и хотят сами развиваться и хотят развиваться, чтобы развивались их ребята. Поэтому замечательно, что сегодня у нас все сложилось. Спасибо, Наталья. Спасибо всем остальным. Я буду с вами прощаться. Всего доброго. Редактор субтитров